Еком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С. Алексей, давайте познакомимся. Расскажите, какую компанию вы представляете. Здравствуйте. Компанию мы представляем DigiNetica. Компания, которая достаточно уже давно на рынке, с 2014 года. И на данный момент она занимается оптимизацией поиска на сайтах интернет-магазинах. То есть делает так, чтобы любой покупатель, который пришел на сайт интернет-магазина, сформировал любой запрос через поиск, и он, независимо от его ошибок, опечаток, он всегда нашел то, что ему нужно, и то, что он ищет. Расскажите, с какими целями приехали на сегодняшнее мероприятие? Цели в основном одни – это рассказать о нашем продукте, потому что продукт не такой известный, будем говорить, и не такой новый для рынка. Это некое инновационное решение. То есть если год назад мы тоже присутствовали на этой выставке, и наших партнеров было всего 20 в этом направлении, то есть сейчас их уже 110. И поэтому мы сегодня будем и выступать, рассказывать интернет-магазинам, что есть такое умное решение. Ну и, соответственно, вот это основная цель. Алексей, смотрите, ритейл меняется очень стремительно, но e-commerce еще быстрее. Как вы считаете, за какими тенденциями следуют игроки рынка? За тенденциями? Я думаю, что это внедрение каких-то новых решений, которые позволяют бизнесу любому, скажем так, вырастать среди других конкурентов и, соответственно, возрастать именно в объемах. То есть всегда цель бизнеса – это расширяться, увеличиваться. Я думаю, что именно это основная цель для любого бизнеса. Российские интернет-магазины ведут ожесточенную борьбу с китайскими. Как вы считаете, что может помочь вырваться нашим игрокам вперед? Ну, мне кажется, что в России всегда были сильны программисты и софт вообще в целом, разработчики софта. Мне кажется, что мы можем, конечно, перенимать какие-то решения из зарубежных партнеров. Это тоже приветствуется. Возможно их как-то перерабатывать, вносить какие-то новые вещи в эти продукты. Они уже становятся новыми, адаптированными для российского ритейла. Мне кажется, это основной момент в этом вопросе. И финальный вопрос. Как вы считаете, какие наиболее острые проблемы сегодня стоят перед игроками электронной коммерции? Наиболее острые проблемы – это, конечно, конкуренция и глобализация. Потому что сейчас очень много крупных магазинов, назовем их топ-50. Они поглощают более маленькие интернет-магазины. Они имеют более, скажем так, конкурентную ценовую политику. Естественно, у них более какие-то налаженные отношения с поставщиками. И поэтому у них есть более выгодные условия. В этом плане интернет-магазинам, которые поменьше, им немножко трудноват. И мне кажется, это основной такой момент. Все, спасибо большое. Да, пожалуйста. ЕКОМ ЭКСПО 2019 Ритейл.ру Фирма 1С